ЛИЧ-23. ИГРОК, ЗАБРАВШИЙСЯ НА ВЕРШИНУ. КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ. ГЛАВА 181. НАЧАЛО ИЗМЕНЕНИЙ. Порывы ветра со всех сторон обдували толпу игроков, которые сейчас находились во впадине глубокого каньона. Юг третьего этажа в это время года был очень гостеприимен, и ветер, будто хороший хозяин этой горной местности, ласково обходился с каждым присутствующим. Среди множества игроков ворон, скрытый под капюшоном и спрятанный от всех навыков маска ночи, взирал на сооружение, расположенное среди множества высоких и острых скал. Такое месторасположение было очень невыгодно для нападающих, потому что вероятность попасть в засаду по пути к самому форту или же насладиться реальным дождем и стрел и заклинаний была даже невероятностью, а скорее бесспорным фактом. Около трех тысяч человек и представителей других рас пришли сюда для того, чтобы поучаствовать в первой масштабной битве игроков. От клана АК присутствовали всего около двухсот пользователей. Остальные стали жертвами грамотно распущенного слуха о том, что якобы в самом замке находится предмет эпического ранга, а также алмазный сет «Фаталист» на класс ближнего боя. Почти каждый более-менее опытный игрок с данного этажа знал, что собрать данный сет очень и очень сложно, так как тот состоял из семи частей и выпадал с одного редкого босса, путешествующего по этажу. Его распаун всегда проходил рандомно. По примерным прикидкам, он мог даже появиться в ста километрах от места своей гибели. На данный момент достоверно было известно, что полный набор находится у клана Посланники Небес. И вот совсем недавно на форумах стали появляться слухи, что и армия Безликих обзавелась подобным и держит его в хранилище своего форта, так как уровень для использования сета должен быть семидесятым. Помимо всего прочего, если верить слухам, в хранилище находилось очень много и просто алмазного оружия со снаряжением. Никто из слабых и среднеуровневых кланов даже и не пытался бы приблизиться к ним, если бы вместе со слухами об эпике и сете не стал ходить призыв к действию. Мол, так и так, такого-то числа толпа игроков намерена взять штурмом форт Микрат. Подобная стратегия была не раз опробована и рассчитана на любопытство игроков. Со словами «я просто гляну, что да как, как знать, глядишь у меня и выйдет под шумок утащить что-то ценное, я попробую, может у меня получится, ведь народа будет очень много». Говоря и думая, в подобном ключе игроки позволяли кланам-провокаторам добиваться массовки, и те терялись среди толпы. Конечно, в данных случаях речь не шла о какой-то конкретной стратегии, и такие действия были предназначены для того, чтобы встряхнуть клан-соперник. Ведь что такое игра без массовой резни, где толпа игроков идет на толпу таких же любителей сражений? Поле боя испокон веков считалось местом, где каждый хороший воин мог проявить себя и в случае успеха обзавестись трофеем. Пусть игры имели значительное отличие, но так было раньше. С запуском восхождения все стало иначе. Уилл не был исключением. Сегодня он наконец решил сыграть как подобает, своим классом, и прокачать навык кража, а также по возможности невидимость. А уж когда вступит в бой, то может и что-то из боевых умений поднимется в рангах. Первоначальный план развития Роги давно покатился в бездну к чертям, но юноша об этом не жалел, потому как этот самый план был перевыполнен сверх нормы. Его власть была реальна, а деньги постепенно стали оседать в карманах. Правда, пока их было очень и очень мало. Недостаточно для того, чтобы захватить целый этаж. Глядя на все пребывающих и пребывающих людей, Уилл с удивлением обнаружил и пару местных воинов. Наемники? Продолжая наблюдать за этой парочкой, юноша понял, что ошибся в своем изначальном предположении. Те стояли в стороне и ни с кем не контактировали, ожидая начала штурма. Уоррен стал внимательно оглядывать толпу, продолжая замечать то тут, то там одиночек или малочисленные группы по 3-4 человека существа из NPC. Почему они здесь? — Заметил, да? — возле разбойника раздался, как всегда, слабый голос Коши. — Хочешь знать, почему они пришли сюда? — Допустим. — не стал отрицать Уилл. — Вы как-то смогли заинтересовать местных? — Что-то вроде того. Мы развесили объявления в гильдиях авантюристов о том, что сегодня здесь состоится большая битва. А битвы — это трофеи и адреналин. Такие... — кудесник мотнул головой в сторону одной из групп NPC. — Не упустят возможности получить и то, и другое? — Э-э-э... Я на всякий случай спрошу. А как они узнают, на чьей стороне воевать? — Не бойся. Пусть идея и была немного рискованная, но эта игра позволяет делать то, чего нельзя было провернуть в играх до нее. В объявлении было сказано, в чью сторону им направлять свое оружие. Достав топор, Коши вновь занялся его заточкой, хоть это и было бессмысленно, так как эффект подготовки от прошлой еще не закончился. Но, видимо, тому нравился сам процесс, или же это помогало ему сосредоточиться на чем-то конкретном. Разбойник смотрел на толпу и в ожидании начала действий невольно вспоминал о том, что произошло три дня назад. Что случилось? Принцесса приходила в себя, все еще находясь в руках ворона. Ее глаза слабо подрагивали, и она, открыв их, поняла, что юноша почему-то обнимает ее. Тут же, попытавшись отдернуться, она застонала от боли и вновь оказалась в его руках. — Я ничего не понимаю. Почему все так болит? И перестань меня уже обнимать. Воспользовался, видишь ли, моей слабостью и решил не упустить момента, да? — Ты ничего не помнишь? Уилл, тем не менее, пока не отпускал ее, глядя в лицо и пытаясь понять, дело в шоке от пережитого или это временная амнезия. — Ты слишком близко. Мне неловко. И о чем я не помню? Девушка слабо отпрянула от ворона и, покачиваясь на ногах, схватилась за голову одной рукой, а вторая перлась о бедро. — Нанель. Дальтара, видимо, тоже задавался схожими вопросами, но решил пока не прояснять ситуацию, доверив все товарищу. Пусть тот и стал причиной такого состояния принцессы, было понятно, что юноша и сам не ожидал подобного воздействия на тело девушки. — Что из последних событий ты помнишь? Уилл не стал в лоб вываливать информацию, решив что та не поверит ему. Да и он сам, честно, тогда не до конца понимал происходящее. Принцесса оказалась устройством. Живое существо. Восхождение день за днем показывало все новые и новые грани своего развития, и Уиллу приходилось примерять их на себя, думая в очередной раз «Больше меня нечем удивить». И снова и снова оказывался неправ. Если попробовать выстроить ход примерных событий, то девушка, что стояла перед ним, застала времена самого императора Дольфов. Теперь и название аппарата, стоявшего перед группой, имело смысл. Скорее всего, это была колыбель принцессы. И, видимо, до того дня, когда ее обнаружил библиотекарь, она находилась в состоянии младенца. Но почему Шалвар отнес ребенка королю? И почему тот согласился с этим? Может, старый библиотекарь и король рассчитывали как-то воспользоваться этим ребенком для своих целей? Например, против тех же ладийцев? Видимо, поэтому старик так упорно занимался исследованиями. Он пытался понять, почему в устройстве вымершей расы находился этот ребенок и как это может им помочь. И, судя по всему, здесь же он и обнаружил осколок кристалла. Но все это мелочи, и ответ на них был, наверное, не столь важен. Главный вопрос заключался в том, кто на самом деле эта девушка? Страдальческое лицо Нанель показывало, что та отчаянно пытается вспомнить то, что произошло. Но дается ей это с большим трудом. «Эм, я помню, что мы зашли в город, потом, кажется, на нас напали. Я... я была ранена, и мой учитель спас меня. И... да, с нами был еще Грегор». «Ха!» Уилл, подняв брови, непонимающе уставился на Дельтара. «Какой к черту Грегор?» «Не-не, все нормально. Она дала это имя твоему демону». Махнув рукой, лучник успокоил разбойника. «Грегор?» Уилл даже растерялся, поняв, что этого грозного демона, похожего на помесь худого медведя с каваном, мало того, что уже стали называть собачкой, так еще и имя какое-то. Но, протяжно выпустив воздух и приняв этот факт, Уилл вернулся к беседе. «Больше ничего не можешь вспомнить?» «Пока что нет. Может, вы мне все-таки ответите, почему я так плохо себя чувствую?» Все еще, держась за голову и присев на землю, та оперлась на бок лежащего здесь же Халафира. Принцесса приоткрыла глаза и, слабо застанав, приготовилась слушать. «Да уж, это будет неожиданно, но предупреждаю сразу. Выслушай спокойно, и со временем мы постараемся разобраться, что все это значит». «Ага, я слушаю». Итак...» Ворон постепенно подвел девушку к причине ее боли, рассказав, как они искали устройство, и что после мозгового штурма ему пришла в голову, как он теперь понимал, не совсем замечательная идея. Проверить свою догадку, не подумав о последствиях. То ли Нанель была сильно ослаблена, то ли она не поверила, то ли была еще какая-то причина, но она лишь кивнула головой и, откинувшись на демона, крепко заснула. «И что будем делать?» Дальтара подошел к своей ученице и, взглянув на ее безмятежное лицо, покачал головой. «Мы нашли то, что искали. Пусть результат и вышел за грань, но думаю, что нам пора уходить, пока наблюдатель не вернулся». «Вижу, он и вправду тебя испугал. Ты что-то недоговариваешь?» Ворон, еще в первый раз услышав рассказ напарника, заметил, что тот о чем-то умалчивает, но не стал вдаваться в подробности, так как спешил проверить свою идею с ментальной энергией. Авантюрист отвел глаза и, взглянув на спящую девушку, тихо ответил. «Помнишь, как она говорила, что толком ничего не помнит, лишь только то, что ее уносит твой подручный?» «Помню». «В общем-то, причиной ее бессознательного состояния стал я». «Б?» «Эх». Дальтара поднял голову. Жав кулаки и закрыв глаза, мужчина продолжил. «Когда тот монстр напал, он использовал магию, влияющую на душу. Целью стал я». «Так». Теперь становилось немного понятнее, почему авантюрист старается поскорее убраться отсюда. «Под этим воздействием я чуть не убил Нанель, но именно тогда в ней пробудилась сила, о которой я не знал. Волна, исходящая от нее, словно смыла эффект навыка этого чудовища, и она без сил упала на землю. Воспользовавшись тем, что эта волна на миг ошеломила врага, я закинул ее на демона, и мы побежали, что из силы. Если бы я еще раз попал под его умение, то, боюсь, живыми бы ты нас не встретил». «Так раны, что она получила, были нанесены тобой?» «Да. Я не мог себя контролировать и чуть не убил ее. Не знаю, как мне оправдать себя». Плечи Дальтара поникли, и он, не смея смотреть ворону в глаза, уставился в землю. Его дочь была примерно такого же возраста, как и Нанель. Мужчина давно ее не видел из-за того, что произошло тогда в подземелье. Он уходил из дома, сказав, что скоро вернется, но в потерянных воспоминаниях, помимо прочего, находились и память о местонахождении его дома. Поэтому он скитался, сначала не зная, что у него есть дочь, а после того, как память об этом вернулась, не зная, как найти свой дом. Принцесса напоминала о ней. Такая же своенравная любительница приключений, жизнерадостная, любопытная. Ему было тяжело принять тот факт, что он чуть не лишил девушку жизни. И оправдание, что он был неподвластен сам себе, никак бы не помогло. Лишь он один виноват в том, что стал слабее. Эти мысли не давали лучнику покоя, когда он услышал спокойный голос Ворона. Не вини себя. Догадывайся, о чем ты думаешь. Я... Я бывал в подобных ситуациях. И если ты не хочешь, чтобы это вновь повторилось, то должен найти способ бороться с такими врагами. Ворон, но ты прав. Сейчас, когда принцесса слаба, мы не будем рисковать. В любом случае, скоро у тебя появится шанс взять реванш в битве против наблюдателя. Я планирую, сюда вернуться, чтобы... Уилл посмотрел на существо, висящее на цепи. Добраться до него. Сейчас у меня нет никакого способа это сделать, а значит, пока я не придумаю его, пытаться бессмысленно. До этого времени найди способ стать сильнее. Ты... Лицо Дальтара приняло волевое выражение, и он лишь кивнул в ответ. Пора домой. Не могу поверить, что сейчас это скажу, но... Грегор, неси принцессу. Ага, ну и имя же она выбрала. Вставая с земли, Уилл протянул кулак лучнику и, улыбнувшись, подмигнул ему. Он был искренне рад иметь такого друга, пусть и виртуального. В этот момент уровень его чувствительности изменился, но Уилл не знал об этом, потому как император учтиво умолчал, имея свои соображения на этот счет. Текущий уровень чувствительности 101%. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok